Дома построены, квартиры уже даже отремонтированы. Первого заместителя главы города интересуют территорию вокруг дома. Она благоустраивается. Более того, застройщик взял на себя обязательство сделать к высоткам подъездные пути, дорогу с тротуарами и ливневками. Еще раз по срокам. По срокам к 1 сентября должны закончить. К 1 сентября. То есть фактически месяц. За месяц должны сделать. Вы сами делаете? Сами делаем. Без подведчика? Проект есть, сами делаете. Выходим на пост. Периодически здесь появляются те, кого чуть позже можно будет назвать новоселами. Ждут, как говорится, команды, а так готовы перебраться хоть сейчас. Ведь прежнее жилье признано аварийным и даже опасным для проживания. У нас здесь постоянно протекает отопление. Горячая вода. У нас трубы ведутся вверху, по всему дому проходят. На данный момент вы видите, что у нас получилось. Это два с половиной месяца мы боролись с тем, чтобы вода не текла нам на головы. Ольга Амбрусевич показывает все прелести жизни в старом доме барачного типа. Конечно, предложенные метры в новом доме, да к тому же не 23 квадрата, как в старом, а 44 впечатляют. У меня сын месяц назад ушел в армию. То есть до этого мы приехали сюда, он посмотрел новую квартиру, потому что он уходил со старой квартиры, а придет уже в новую квартиру, чтобы знал, куда приходить. Им очень понравилось тоже, все довольны. Обычно по федеральной программе предоставляют жилье метр в метр, но если подобрать квартиру с такой квадратурой сложно, маленький уже не строит, то муниципалитет сам расплачивается за лишние метры. Задача властей Сочи – переселять не менее 100 семей в год. Вы знаете, что в прошлом году мы приобрели 131 квартиру, в этом году 160 квартир. И таким образом, на сегодня мы должны получить заключение соответствия строительству. И до 1 сентября жилье по итогам нескольких лет получат тысяча сочинцев. В эти два дома на улице Вишневой переселяют жильцов из разных районов Сочи. Всего же приобретено для них 143 квартиры в одном доме и 17 во втором.